Молитва, оберегающая от любых неприятностей. Быстрый переход к молитвам. Молитва от неприятностей помогает не идти течению жизни, обретя решение проблем. Много бед постоянно сопровождают нас. Кому выпала черная полоса в судьбе, чувствуя безнадежность, сжимающую душу ледяными щупальцами. Тогда просят помощи для решения жизненных проблем у Бога, ведь на земле взору предстоит унылое зрелище таких же впавших в депрессию людей. В такие моменты отчаявшийся человек возносит взор кому-то на небесах. Он просит о помощи в тяготах высшей силы, потому как каким бы скептиком ни был человек, он нуждается в любви и защите господа пониманий, что о нем заботятся. Потому обращается он к Богу в тяжкие моменты бытия, прося помощи и защиты от бед, надеясь, что кто-то свыше покажет истинный путь. И даст тел пережить трудности. Просьбы выражаются искренней молитвой. Даже если обращающийся не знает слова, он продолжает повторять мысленно «Господи, помоги!» И надеяться на помощь. Есть молитвы, сила каких проверялась временем. Страждущие с давних времен обращались с описанными словами к иконам. Святые слова стали панацеей от бед, словно обезболивающие при приступах острой боли. Просьбы о помощи от верующих идут к Господу. Результат последует непременно, ведь Бог всегда слышит искренние молитвы. Рассчитывайте на поддержку свыше условия каждой молитвы, защищающие от бед подразумевают необходимость концентрации. Представьте святого, которому обращены просьбы о поддержке. Вы обязательно будете вознагражданы, когда почувствуете сильную веру в Господа. Приготовьтесь принять то, что общество отвергало в советское время, как пережиток прошлого. Впустите добро в свое сердце, ведь он поможет. Чтобы легче представлять желаемое, приобретите освященную икону святого. Отведите место дома, где возносите святые слова Всевышнему. Зажгите свечу, дабы усилить действие молитвы. Относитесь ко всему с вниманием и интересом, оставаясь с чистыми помыслами. И не просите о карах для врага, эта молитва не будет услышана. Молебен Борису и Глебу защитит от неприятностей. Каждый верующий молится и не из посланий защиты от бед, используя написанные в священных источниках слова. Молитесь кому угодно, ко святому мученику, самому Господу, лишь бы слова шли от сердца. Ниже приводятся молитвы, которые считаются самыми действенными. Молитва, оберегающая от проблемы на работе, Господи, Боже Великий, Царю Безначальной пошли, Господи, Архангела Твоего. Михаила, на помощь рабам Твоим имя. Защити, Архангели, нас от всех врагов, видимых и невидимых. О, Господи, Великий Архангели Михаиле. Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их, яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах перед лицом ветра. О, Господи, Великий Архангели Михаиле. Шестикрылый Первый Князь Его и Вода Небесных сил Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустыне, и на морях тихое пристанище. О, Господи, Великий Архангели Михаиле. Избави нас от всяких прелестей дьявольски, егда услышишь нас, грешных, молящихся тебе, призывающих имя Твое Святое. Ускори нам на помощь и побори всех противящихся нам, силой чеснага и животворящего креста Господня, молитвами Пресвятой Богородицы. Молитвами святых апостолов, святителя-чудотворца Николая Андрея Христа ради уродивого, святого пророка Илии и всех святых великомучеников. Святые мученики Никита и Евстафи и всех преподобных отцов наших от века Бога угодивших и всех святых небесных сил. Читать далее. Прося о берегу Господа или Матери Божьей, возносите просительную молбу. Когда кажется, будто притягиваете ко дне несчастья, возможно, ангел-хранитель потерял связь с вами. Ангелам нельзя вмешиваться, пока человек сам не попросит. Молба возносит прошение ангелу-хранителю, кому предстоит помочь в неурядицах на работе. Молитва Борису и Глебу от неприятностей отводится священное, братья прекрасные, добрые и страстотерпцы Борисе и Глебе. От юности Христу верой, чистотой и любовью послужившей и кровьми своими, якобы огрянется, украсившейся и ныне со Христом царствующие. Не забудите и нас, сущих на земли, но яко типли и заступницы, вашим сильным ходатайством пред Христом Богом сохраните юных. Во святей вере и чистоте неврежденными от всякого прелога неверия и нечистоты, оградите всех нас от всяких скорбей, озлоблений и напрасные. Смерти укротите всякую вражду и злобу действам диавола, воздвигаемую от ближних и чуждих. Молим вас, Христ, любиви и страстотерпцы, и спросите у великодоровья этого, Владыки, всем нам оставление и прегрешение наших единомыслей и здравии, избавления от нашествия иноплеменных, междоусобные брани, язвы и глада. Снабдевайте своим заступлением страну нашу, всех чтущих святую память вашу во веки и веков. Аминь. Читать далее. Семья занимает особое место в жизни каждого. Даже небольшой конфликт переносится болезненно. Мудрые решают семейные споры, используя силу компромисса. Однако случается, что когда аргументы серпываются, зарождается хаос. Молитва поможет сгладить неприятности, поразить мир в семье, улучшить положение на работе. Она представляет собой сильный оберег, способный подарить счастье. Благодать и решение проблем молитва возымеет действие, если произносится с любовью. После прочтения молебна ощущается благодать. Кажется, будто все проблемы решаемы, возможно сделать жизнь лучше, благодаря тому, кому обращены сильные слова. Традиционно покровителями семьи считаются святые Петр и Феврония, но молиться они с посланий и гармонии в семье можно не только им. Молитва Петру и Февронии о семье, о велиции угодницы Божией и предивни чудотворцей, благовернее княже Петре и княгине. Феврония, гада Мурома, предстатели, честного брака, хранители и о всех нас усерднее, как Господу молитвенницы. Выводнее земного жития вашего образа, благочестия, христианские любви и верности друг к другу даже до гроба ее вели есть и тем. Законное и благословенное супружество прославили есть те. Всего ради к вам прибегаем и молимся со усердием крепким, принесите за нас грешных, святые молитвы ваши, как Господу Богу, и спросите. Нам вся благопотребная душа мы телесям нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых. Делех преуспеяние звездочка, наипаче же союзом брачным, сочетавшимся даруете молитвами вашими целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира. Единомыслие души телес, ложи ненаветное пребывание незазорное, семя долгожизненное, очадех благодать, дома исполненной благостыни. И в жизни вечнее неувидаемый венец славы небесные. Ей, чудотворцы святий, не презрите молитв наших соумилением вам возносимых, но будете пресней заступницы нашей пред Господем и сподобите нас предстательством. Вашим спасение вечное получите и Царствие Небесное наследовайте, до словословием неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа. В Троице поклоните имого Бога во веки веков. Аминь. Читать далее. После вознесения молитв, верующие люди отмечают, в жизнь действительно приходит счастье. Испробовавшие подобный вариант решения проблем рекомендуют его всем как наиболее действенный. Это поможет сконцентрироваться, отыскав лучшее решение на вопрос на работе, а также личной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok